Долгожданные новоселья 117 квартир с чистовой отделкой получат жители аварийных домов и дети-сироты. Почти 2000 домов капитально отремонтируют в этом году в области. История ремонта дома по улице Коммунистической в нашем сюжете. Все документы в одном месте. В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр. Чтобы острова не превратились в горы мусора, на правом берегу Волги устанавливают контейнерные площадки. Престольный праздник среди строительных лесов. В Вознесенском соборе отметили Вознесение Господне. Долгожданное новоселье. Новый дом в Ташкентском переулке готовится встречать жильцов. 117 квартир с чистовой отделкой будут переданы городскими властями, жителями аварийных домов и детям-сиротам. Качество работ сегодня оценил руководитель городского департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков. К нему присоединилась и наша съемочная группа. До новоселья считанные дни. Квартиры в новостройке в Ташкентском переулке получат жители аварийных домов и дети-сироты. Дом построен Самарским областным фондом жилья и ипотеки в рамках президентской программы и по поручению Министерства строительства Самарской области. Дом пока не сдан. Как вы видите, мы на финише. Сейчас устраняем замечания Государственной инспекции строительного надзора. Это буквально незначительные вещи по фасадам. Кое-что утепляем. Ну и делаем полноценное благоустройство вокруг дома. В этом доме в целом порядка 170 квартир. Это 5 с небольшим тысяч квадратных метров жилья. Из них треть квартир мы предоставили по муниципальной программе квартиры детям-сиротам. 117 квартир с чистовой отделкой, с пластиковыми окнами, сантехникой и стальными дверями будут переданы тем, кто уже давно ждет своей очереди. В 35 квартирах поселятся дети-сироты. Качество работ проверил руководитель Департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков. Вы видите, что достойное качество жилья, достойные квартиры. По параметрам мы должны приобрести квартиры однокомнатной не меньше 31 квадратного метра. Здесь чуть больше даже получается. Кухни неплохие, от 11 до 13 квадратных метров. Комнаты достаточно хорошие, санузлы благоустроенные. То есть, в принципе, это квартира, в которой можно в режиме завтра, при вводе и в эксплуатацию заезжать и жить. Виктор Ефимов ждал переселения из аварийного дома 12 лет. Говорит, особенно тяжело дались последние дни. Новый дом так понравился, что мужчина, не дожидаясь официальной приемки, уже начал перевозить вещи. В моей квартире 33 квадратных метра. Я очень доволен. Балкончик появился. Раньше не было. Ну, в общем, я доволен. До конца года фонд передаст муниципалитету Самары 108 квартир общей площадью свыше 4,5 тысяч квадратных метров. В своей очереди на новое жилье ожидают более 900 человек. Администрация обещает, что все они в сжатые сроки получат новые квартиры. Андрей Трой, Станислав Левин, События. Почти две тысячи домов капитально отремонтируют в этом году в области. Сейчас в работе более 400 зданий. Что ремонтировать в первую очередь, жители решают сами. Где-то нужно привести в порядок фасад, где-то инженерные системы. Как идет ремонт в доме номер 10 по улице Коммунистической увидела наша съемочная группа. Новым трубом в квартире Елена Большакова не нарадуется. Дому почти 40 лет. Все коммуникации обветшали и давно требовали замены. Без воды долго быть не пришлось. Все работы в квартире выполнили быстро и качественно. Дискомфорт длился для нас ровно один день. В квартиру заходит бригада. Причем по всему стояку с первого этажа по девятый этаж. Там разные бригады заходят. Один день они делают все комнаты. У нас трехкомнатная квартира, кухню. Где-то начинают они в 10 утра. Ну и в 6-7 вечера практически все работы завершены. К капитальному ремонту инженерных сетей в доме приступили еще в феврале. Сразу заменили трубы холодной и горячей воды. Весной начали обновлять и отопительную систему. При ремонте используют только современные материалы. Это идут полипропиленовые трубы. Согласно СНИПам есть армированные, есть неармированные трубы. У них преимущество идет в том, что они, во-первых, не гниют, не подвержены известковым отложениями, зарастаниями. И, в принципе, служат практически в полтора раза дольше. В данное время работы подошли к завершению. Уже идет опрессовка. И в ближайшее время будет осуществлен прием к этому дому. Полностью завершить капитальный ремонт инженерных сетей в доме планируют до конца июля. Всего в этом году в области запланировано провести капитальный ремонт в 1606 домах. Андрей Трой, Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Если лето теплом не радует, то зимой самарцы уж точно не замерзнут, во всяком случае, в домах. На совещании по подготовке к отопительному сезону первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил управляющим компаниям активнее проводить опрессовку и проверку труб. Работа кипит в подвалах и на чердаках. В этом убедилась Марьяна Мирная. Для слесаря Сергея Арбузова работа в радость. Он обеспечивает теплом не один дом в Самарском районе. Работу по подготовке к отопительному сезону начинают как раз в июне, чтобы успеть устранить проблемы, если они вдруг возникнут. Опрессовка делается для того, чтобы в летний период узнать все недостатки дома. То есть, где слабые трубы отопления, где может порыв быть зимой. И лучше устранить это летом, чем осенью после запуска отопления. Иначе люди просто-напросто, чтобы не страдали, занимаемся этим сейчас. Для того, чтобы с первыми холодами не пришли и первые протечки, чтобы жители Самары не остались без тепла и горячей воды, нужно провести не только опрессовку. Сотрудникам управляющих компаний все лето придется трудиться в подвалах и на крышах. Сюда включается комплекс подготовка самого узла, подготовка подвала, который где идет по техподполью или выходит, наоборот, самих стояков. Дальше это идет подготовка крыш, подготовка подвала в закрытии подъезда. То есть, весь комплекс, в частности, подготовка к зиме. В Самарском районе 1300 домов. Треть из них уже прошли опрессовку и готовы к зиме. Отопительный сезон начнется в октябре. До этого времени необходимо провести испытания по всем объектам. Качество работ проверяет специалист предприятий тепловых сетей. Время могу сказать, что точно хватит, потому что все материалы, которые нужны для запуска домов, закуплены. Сейчас происходит замена тех задвижек, которые вышли из строя. Сейчас намечены участки перекладки труб, которые уже пришли в дни пригодности, которые просто-напросто не держат давление, и они все рвутся. На сегодняшний день к работе в осенне-зимний период уже готовы 1090 жилых домов и 63 объекта социальной сферы. Остальные дома Самары опрессуют до конца августа. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. В Самаре при областной полиции открылся многофункциональный миграционный центр. Сфотографироваться, сдать экзамен по русскому языку и пройти медосмотр. Теперь мигранты смогут в одном месте. Одним из первых путь мигранта в центре проделал Сергей Кизоркин. Сфотографироваться, снять отпечатки пальцев, сдать экзамен по русскому языку, получить разрешение на работу. Все 14 видов госуслуг мигранты сегодня могут получить в одном месте. В многофункциональном центре на кабельной 13-я. Принимают иностранцев в тестовом режиме уже неделю раньше. На прохождение всех необходимых процедур гастарбайтеры тратили вместо положенных по закону 7 дней несколько недель. Потому как за справкой приходилось ехать в поликлинику, а визу получать в паспортном столе. Дни проходят, пока ты туда проехал, пока туда проехал. Дискомфорт в том, что ты в срок можешь не уложиться. И уже становишься, как говорится, один из претендентов незаконного прибивания. А здесь вот как раз приехал. И когда у него есть возможность, как говорится, все документации оформить в одном месте, это очень хорошо. Работает в многофункциональном центре и медперсонал. В штате 50 врачей, в том числе наркологи и психиатры. Работать, если потребуется, могут в три смены. Если у мигранта выявляется заболевание туберкулиоз, ВИЧ, он должен быть депортирован. Мы должны в определенной степени четко понимать и защитить наших россиян от тех заболеваний, которые могут передаваться. И это не есть хорошо, когда мы имеем за год более 100 выявленных заболеваний социально значимых, которые были завезены на территорию Российской Федерации. До открытия миграционного центра приезжие из соседних республик, чтобы сэкономить время, нередко обращались за помощью к посредникам. Мы получили с вами огромную коррупционную составляющую. Все эти разрешения в основе своей во многом выписывались на капотах автомашин за пределами зданий. Огромное количество непонятных посредников, которые путем коррупционной составляющей зарабатывали по полторы-два миллиона рублей в месяц. Я уверяю вас, ни один гражданин сегодня в Самарской области на капоте разрешение не получит. В июле такой же миграционный центр откроется в Тольятти. Районные паспортные столы будут работать только для россиян. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. На улицы выходят народные дружинники. К патрулированию советского района присоединились сотрудники администрации и депутаты. Маршрут специально проложили не только по большим улицам. Заглянули и во дворы, и даже в проблемную квартиру по просьбе соседей. С чем пришлось столкнуться в репортаже Валерии Макаровой. Жилетку дружинника надевает глава советского района. Уже традиционно Владимир Сафронов и его сотрудники присоединяются к патрулю ДНД. Сегодня по плану пройти не только по оживленным улицам, но и заглянуть во дворы. Все хорошо. Ничего не беспокоит? Нет. Хулиганов нет? Нет, в нашем что-то тихо. Не дебошили, да? Ну, хорошо. Наряд обычно состоит из трех человек. Полицейский и два дружинника. Маршрут патрулирования гибкий. Его изменяют, исходя из обстановки и по просьбам жителей. У нас есть прямые линии. Плюс общаемся непосредственно с главой администрации, с депутатским корпусом, которые к ним обращения идут, жалобы, что там хулиганят, распивают спиртные напитки. И исходя из этого мы туда направляем свои наряды. Дружинником стал и председатель общественного совета района Владимир Иванов. Для него, как для депутата, это шанс лично пообщаться с жителями. Я раз в неделю, раз в две недели. Я могу себе это позволить. И почти все депутаты из нашего райсовета тоже принимают участие. В одном из дворов на аэродромной к патрулю подошли жители. Их беспокоят соседи на первом этаже. Они нигде не работают, злоупотребляют алкоголем. Долги за коммуналку перевалили за несколько десятков тысяч. В квартире разруха обогревается семья газом. Их соседи беспокоятся, что однажды это закончится несчастным случаем. Проблемный адрес взяли на заметку. Уже после, подводя итоги патрулирования, глава района Владимир Сафронов признался, такие обходы помогают узнать район изнутри. Мы зашли во дворы, даже побывали в квартире, там, где неблагонадежная семья. Взяли на карандаш, завтра там будет участковый. Мы общались с населением, с бабушками, которые сели у подъездов. И мы видели положительную реакцию. На улице Советского района патруль выходит пять дней в неделю. При этом желающих стать народными дружинниками становится больше с каждым годом. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Чтобы острова не превратились в горы мусора, на Проране начали устанавливать контейнерные площадки. Это часть программы, по которой от мусора очищают правый берег Волги. Там в этом году появятся 24 контейнерные площадки. Их уже начали устанавливать. За работами наблюдала Валерия Макарова. Какой волжанин не любит отдохнуть на выходных за Волгой? Остров Зелененький, остров Проран – одни из самых любимых мест у самарцев. Вот только для природы это чревато. Недобросовестные туристы могут оставить после себя немало мусора. Проблему решают мусорные контейнеры, которые из года в год появляются на берегах. Первый обитатель острова, который встречает катер – корова. Животные здесь мирно пасутся на зеленых лужайках. Идиллию, однако, нарушают кучи мусора. Впрочем, за них возьмутся, как только установят контейнерные площадки. Пять площадок появятся на острове Проран, семь на Зелененьком. Всего на правом берегу Волги установят 24 мусорные площадки. Плюс 18 бункеров-накопителей на левом берегу рек Волга, Самара, Татьянка. С периодичностью 2-3 раза в неделю осуществляется вывоз отходов. Понятно, что пик будет, наверное, в самый жаркий месяц. Это июль, по всей видимости. И здесь периодичность по возможности мы, соответственно, увеличим. На каждой такой площадке 12 мусорных контейнеров. Монтируется она быстро, минут за 15. В излюбленных местах отдыха горожан мусорные площадки устанавливают с 2009 года. Как показывает практика прошлых лет, люди приветствуют, во-первых, это создание здесь площадок, и мусор вносится на площадки. Меньше мусора кидается на территории островов. Кроме того, турбазы на островах заключают договоры на вывоз мусора. Эту работу контролируют районные администрации, ГАТИ и инспекторы управления охраны окружающей среды, Департаменты городского хозяйства и экологии. Контейнерные площадки и бункеры-накопители на берегах Волги, Самары и Татьянки простоят до конца сентября, после чего отправятся на зимнее хранение. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Белые рояли уже не впечатляют. В Красноглинском районе появился инструмент зеленый, да еще с цветами под крышкой. Здесь же еще три арт-объекта из цветов и травы. Гигантский футбольный мяч и обручальные кольца. Фото на память возле топиарных фигур сделала и Марина Матвейшина. В цветочной симфонии под крышкой рояля в поселке Управленческий появился удивительный музыкальный инструмент. Рояль привлекает внимание и прохожих, и проезжающих мимо автомобилистов. Несмотря на то, что фигура еще не закончена, все уже стремятся запечатлеть себя на ее фоне. При виде этого рояля сразу хочется нажать на клавиши. Ну, они, конечно же, не настоящие, а декоративные. Но если сейчас цветочный рояль молчит, то в будущем, по задумке авторов проекта, он зазвучит классической музыкой. Идея создать цветочный инструмент принадлежит владельцу пекарни и кафе Эдуарду Галстяну. Он живет в поселке уже четверть века. На радость жителям мужчина за свой счет создает цветочную площадку и сам же обещает за ней ухаживать. Но вопрос, а почему же все-таки рояль, отвечает, так красиво же, а красота спасет мир. Чем больше мы красоту создадим, я думаю, тем больше наша молодежь будет правильно вести себя и правильно ухаживать все остальное. В поселке появились еще две объемные фигуры. Два обручальных кольца у ЗАГСа и мяч у стадиона. В этом году, по словам местных властей, количество цветников увеличилось в два раза. Расцвели даже газоны вдоль дорог. У нас поэтому новые инновационные методы применяются, изделения не такие, как объемные фигуры, ракарии, альпинарии. Ракарии – это цветочные композиции с использованием дикого природного камня, где высаживаются определенные виды растений, но тоже они достаточно интересные. В этом году цветочные ароматы слышны по всему городу. В рамках программы, принятой по инициативе главы города Олега Фурсова, на Самарских улицах высадят на четверть цветов больше, чем в прошлом, в том числе и на средства предпринимателей. Объемные цветочные фигуры появятся и в других регионах города. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других темах дня. В Тольятти сотрудники ФСБ и Следственного комитета освободили 88 человек, похищенных сектантами. Людей насильно удерживали в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых грань. Пленников заставляли изучать религиозную литературу, слушать проповеди и смотреть фильмы под угрозой физического насилия. Судя по изъятым материалам, преступники имеют отношение к международной организации, которую возглавляет участник оранжевых революций на Украине. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные лишения свободы». Глава автоваза Николя Мор вошел в совет директоров GM Автоваз. Изменения в составе связаны с прекращением деятельности в совете бывшего главы автоваза Бу Андерсона и вице-президента по производству GM Групп Питера Тома. Члены совета директоров выразили благодарность Андерсону и Тому за их деятельность и вклад в развитие компании. Памятник Ленину на площади революции снова в центре событий. В него врезался автомобиль. Машина двигалась со стороны Волги по Венцико. На подъеме она разогналась так, что пролетела через площадь, протаранила бордюр и снесла одну из гранитных колонн на постаменте. Удар был такой силы, что камень весом 300 килограммов отлетел в сторону на 3 метра. Сам Ленин не пострадал. Стали известны результаты ЕГЭ по литературе и географии. ЕГЭ по литературе на 100 баллов в Самарской области сдал 31 выпускник. Не смогли набрать даже минимальный балл по предмету 23 человека. Всего в этом году литературу сдавали чуть меньше 1111-классников Самарского региона. Участниками ЕГЭ по географии стали 48 старшеклассников. Не смогли преодолеть минимальный балл 6 человек. Окончательные результаты ЕГЭ по литературе и географии будут известны после сдачи экзаменов выпускниками в резервные дни. За порчу Буратино самарцы ограничили в свободе на два месяца. 25-летний молодой человек в 2015 году повредил у скульптуры руку, в которой находился золотой ключ. Ему назначен был штраф в 15 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, должник деньги не выплачивал. В итоге ему заменили штраф ограничением свободы. Верны своему призванию. В Самаре продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня социального работника. Ветеранам социальной службы сегодня вручили грамоты, памятные знаки и подарки. Многие из них посвятили профессии всю жизнь. На торжественном вручении в Театре Самарской площадь побывала и наша съемочная группа. АПЛОДИСМЕНТЫ Как социальный работник необходимо врать людей, подготовленных и сильных духом, которые не боятся начинать с самых простых задач. Вот, допустим, сейчас волонтеры. Да, возможно, в будущем это будут социальные работники. Понравится им заниматься, вот с людьми вот так общаться, не понравится. Кому-то, кого-то может от профессии встать. Театр Самарской площадь приготовил для приглашенных гостей спектакль. В зале не только ветераны, но и молодые специалисты. Будущее социальной службы. Выбор профессии многие объясняют любовью к людям, желанием помогать безвозмездно, не ради наград. Здесь сегодня в зале собрались те люди, которые оказывают помощь совершенно разным категориям жителей нашего города. И мы очень часто забываем непосредственно об этих людях. И вспоминаем о них только. У нас есть один праздник – День социального работника. И мне всегда хочется несколько поклониться этим людям, которые приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях. По уровню социальной поддержки Самарская область находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. В каждом районе города двери социальных служб открыты для всех тех, кому нужна помощь и поддержка. Юлия Чернеева, Дмитрий Мешканцов. События. Православные христиане отмечают Вознесение Господне. Праздник всегда отмечается на 40-й день после Пасхи. Центральным местом торжеств в Самаре стал старинный Вознесенский собор, который сейчас готовят к юбилейной дате. Храму скоро исполнится 170 лет. В историю погрузился Олег Зверев. Престольный праздник среди строительных конструкций. Самарский Вознесенский собор реставрируют к юбилею. Уникальный трехпрестольный храм в центре города – великая святыня для каждого верующего самарца. Здание в стиле русского классицизма было построено в 1847 году. И долгое время именно этот собор был главным в городе. Из всех исторических храмов Самары Вознесенский собор самый древний. В 17-м году ему исполнится 170 лет. Под этими сводами был оглашен указ Священного Синода о создании Самарской епархии. Здесь же было освящено Самарское знамя, под которым сражались ополченцы в годы русско-турецкой войны. Сегодня трудно себе представить, что было время, когда эта святыня была приспособлена под складские помещения. И вот уже 23 года здесь снова совершается богослужение. Праздник Вознесения Господня, в честь которого освящен собор, всегда отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос взошел вместе с учениками на вершину горы, с которой вознесся на небо, тем самым показав каждому из своих последователей возможности бесконечного духовного совершенствования. И покуда существует это время и эта планета, Христос будет пребывать в нас, в церкви. А мы должны приобщаться через таинство, вектористы к самому Христосу, а значит и быть участником той великой славы и божественной правды, которую он нам даровал. Крестный ход вокруг храма – традиция престольного праздника. Сегодня многие жители города пришли на богослужение с детьми, чтобы и новые поколения самарцев знали, что в городе есть такое место. То, что в нашем городе стоит такой прекрасный старинный храм, – это очень важно для молодежи, для того, чтобы наша Россия поднималась. А если детки наши будут расти и крепнуть духовно, то значит и Россия будет стоять во веки веков. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Новости спорта в эфире. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы – капли аккуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Скалолазы определят лучшего на чемпионате Самарской области. Бывший нападающий ЦСКА ВВС подписал контракт с хоккейным клубом Сочи. Футбольная Самара-арена меняет подрядчика. Президент Путин одобрил смену подрядчика на строительстве стадиона для Чемпионата мира 2018 в Самаре. С такой инициативой выступил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Новая строительная компания будет Самарской. Сейчас Самара-арену возводит производственно-строительное объединение «Казань». Конфликт интересов возник после того, как фирма попросила увеличить финансирование строительства инфраструктуры стадиона с 17 до 22 миллиардов рублей. Самарский хоккеист Иван Захарчук в новом сезоне будет играть в континентальной хоккейной лиге. Нападающий начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА ВВС в Российской хоккейной лиге. В прошлом году играл в высшей лиге за пермский молот Прикамье. В 55 матчах набрал 36 очков, 16 голов и 20 передач. Кроме того, Захарчук вошел в первую пятерку снайперов ВХЛ прошедшего чемпионата России. На горе Верблюд-Ширяево в выходные пройдет чемпионат Самарской области по скалолазанию на вершину полезут подростки, взрослые и ветераны. Участников ожидает порядка 80 специально подготовленных трасс. Зрители неудел тоже не останутся. Любой желающий сможет преодолеть себя и пройти дистанцию для новичков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...